Сегодня море достаточно бурное, да? Вон там, вон, серферы. Вот, волны, брызги. Меня уже окатило несколько раз, но я не сдаюсь, я уже был там на конце. Смотрите, что я хочу рассказать. Вот эти вот дома, в них, внутри, стоят яхты там, с той стороны. Небольшие лодочки такие. Это как заводь такая. Вон там, вон, где пирс идет, оттуда заходят небольшие яхты. И там они стоят. Место называют Валенсианская Венеция. Вот, очень достаточно колоритное место. А если ты там живешь, ты выходишь сразу со своего места жительства, и прям садишься в лодку, и пошел вот так вот в море. Вот, а море прекрасно сегодня. Я люблю ветреное море. Оно, вот оно заряжает, потому что, когда спокойное море, оно меня больше опустошает. В нем нету какой-то вот этой энергетики, которая дает вот именно такое вот волнующее море. Вот согласитесь, я не люблю вот этот штиль, спокойствие. Ну, мы пацаны, это девочкам нравится. О, какое спокойное море. А пацанам это как-то неинтересно. Вот здесь вот вывеска стоит. Что, осторожно? Зона, ну, как бы может накрыть волной, если волны будут более-менее еще сильнее. Блин, я русский язык забываю. Знаете, я всегда говорю, блин, испанский еще толком не выучил, а русский забыл. На каком я буду языке тогда общаться? Посмотрим. Вот там магазины идут, вон там он магазины идут, вон там внизу кафешки идут. Ну, достаточно неплохое место само по себе. Сейчас мы посмотрим, что там внутри находится. Как я вам говорил, это валенсианская Венеция, в которой стоит хотя бы один раз побывать, если будете в Валенсии. Вот сейчас мы сходим. Оторвемся немного от морской жизни. Хотя там тоже будут яхты по камням, как бы не очень просто ходить. А вот там серферы. Здесь три пальмы. Не знаю, они загнивающие или просто у них такой стиль обгрызанных пальм. Вот здесь такой подъем, если с моря идешь. Это для того, чтобы выкатывать всякие лодочки и тому подобное прямо на берег моря. Удобно, машину подогнал с прицепом и поехал кататься. Вот так это выглядит, вот это набережная данного места. А вон там домики. Мы сейчас зайдем внутрь и погуляем, посмотрим, как это выглядит валенсианская Венеция. Домики такие колоритные, я бы сказал. Там ржавая талелка, которая еще не одна, там еще одна ржавая. Видимо, влажность высокая, они ржавеют насквозь. Вот так вот на берегу моря они живут. Вот песка там тоже много в этих домах. Вот такие вот необычные. Как-то настроено, как будто сначала одно построили, а потом построили что-то еще, кроме этого. А вот здесь вот всякие для детей. Вот это вот мойки для ног. Душа я, кстати, здесь не вижу. Может быть, здесь его и нет. Чисто ножки ополоснуть, когда из моря выходишь. И вот здесь вот бары внизу. Бары, рестораны. Вот такие. В основном забегаловки, если честно. А вон там, видите, пониже строение. Там как раз вот эта вот заводь, вот она оттуда. Мы сейчас подойдем, посмотрим. Никогда не понимал таких открытых балконов, когда на балконе ты сушишь свои трусы, носки и тому подобное. Как проходной двор еще мимо твоих окон проходит. Ну, как-то так. Да, я понимаю, когда негде это делать, я сторонник поставить сушилку, например. Хотя сам на данный момент не имею сушилки. У меня сохнет так. Вытащил, повесил, высушил. Но не на всеобщее обозрение. Вот здесь, пока мы идем, здесь вот стоят всякие, вот это, видимо, на сдачу катамара, на всякие лодочки и тому подобное. Заморожено это все, пока не начнется новый сезон. И вот такие мастерские, где лодки чистят, восстанавливают, ремонтируют. Вон там, вон подъемный кран, который вытаскивает тебя на берег. Ну, ага. Испанский флаг. И валенсианский рядом, флаг там развивается. Мы были вон там с вами на пирсе. И вот то, что я вам говорил. Вот отсюда лодочки заходят и идут. Вот, видите, тут дома стоят и сразу можно туда зайти. Мы сейчас туда еще внутрь пройдем и посмотрим, как это все устроено. Смотрите, какие строения. Они все разные, такие врезанные со временем. Но везде есть какие-то арки почему-то. Я не понимаю, почему это, наверное, фишка такая этого места. Вот здесь есть душевая. Здесь ресторанчик. Вот это уже с другой стороны. Вот здесь уже ветра поменьше. Там девочка убирает. Здесь будут кушать, видимо. Сейчас обед. Скоро. Такая территория. Такие бобины они. Сделали столики из них. Раньше накручивали провода, теперь столики. Вот здесь вот такой скат. Вот лодочка, например. Одна, наверное, с самых, наверное, больших катамаранов. Катамаран стоит. А остальное все, конечно, скутера стоит. А остальное, конечно, немножко поскромнее будет. Ну, красиво здесь посидеть, кофе попить, покушать. Вот так это примерно выглядит. Видите, везде здесь лодочки. Здесь уже море там. За домами там осталось. А здесь уже такая своя заводь. Куча лодочек стоит. Вот ты здесь, например, живешь. Или в этом, или в том доме. Выходишь, у тебя здесь паркинг. И ты выезжаешь, как будто из гаража, но сразу в море. Ну, прикольное место. Атмосферное. Здесь вот просто погулять, насладиться атмосферой. И он такой, он, грубо говоря, как лабиринт сделан. Не в формате того, что ты заблудиться можешь, а ты идешь по краю. И вот такие P-образные кармашки, или как их назвать, да? Вот там видно, да? Вот там кармашек, он еще туда, вот туда уходит. И потом вот ты вот сюда выходишь. Тут достаточно долго можно гулять. Вот такие домики. С такими окнами маленькими. И везде арки, смотрите, есть. Вот здесь вот. Ну и то вон там на балконе умудрил здесь тоже арку сделать. И вот такие яхточки. Они сами по себе небольшие, но, видимо, для покатушек хватает. Кто-то, наверное, просто на рыбалочку ездит. Кто-то просто катается. Кто-то просто вот поставил, она на приколе стоит. Вот так вот, смотрите, как это выглядит. Это валенсианская Венеция. Вот так, и она туда еще уходит, туда уходит. И там еще надо идти, идти, вот эти вот зигзаги выписывать. Очень колоритных. Вот кто-то так стоит там, видите, там так стоят лодки. И все дома, видите, ну, как бы оттенок разный, да? Вот, кто-то как красным, желтым, бежевым, коричневым цветом красит. Ну, клево. Мне кажется, здесь сырости в домах до хрена. Многие гномиков кто-то поставил. Тут вот так вот. Здесь вот лодочки стоят. Вот там катамараны, видите, для катамаранов такие пластиковые загоны есть. Кого-то круг висит, тематический, относящийся к месту. Вот такие балконы, везде, 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 конечно. У многих, во всяком случае, есть так, что захлоплено немножко. А у некоторых так аккуратненько даже выглядит. Здесь он в тупиковые такие местечки. Здесь лесенка. Но красиво. Вот вечером красиво, когда подсветка загорается из окон. Здесь вот можно подняться, посмотреть. Это как бы такой внутренние дворики. Для дома, которые немножко в стороне стоят. Они повыше, вот именно повыше. Эти пониже. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять этажей. А здесь уже побольше. Здесь даже и восемь, девять. Вот такой вот. Здесь вот такой проход есть тоже. Такие вот подъезды. Ты заходишь в такой подъезд. Решеток, конечно, очень много. На нижних этажах как минимум ставят решетки. Потому что все же залазит кто-то в окна, видимо. Поэтому есть такая опасность. И потом ты вот так вот выходишь из дома. И у тебя вот такой прогулочный комплекс. Тут плещом все заросло. Ну, калорийно, красиво. Мне нравится это место. Оно атмосферное. Я редко здесь бываю. Но мне нравится оно. Здесь вообще двухэтажные. Смотрите, домики там. Но квартирки маленькие. В основном свои здесь очень маленькие квартирки. Ну, это не сама прям Валенсия. Здесь, если от границы Валенсии, то, наверное, минут 5-7 вот доехать до этого места, да. Это относится... Вот есть городок Альбарая, да. Это вот к нему относится. Но как-то странно. Сам Альбарая находится в одном конце. Вот, до него минут 10, наверное, ехать, да, отсюда. И это тоже как бы Альбарая, но пол сопла именно местность называется. Вот, и немного странно. Ну, я так понимаю, что это может быть как район Альбарая, как бы, в этом формате. Я не знаю, как это оформлено. Вот здесь вот такие дворики внутренние. Вот здесь нельзя на велосипедах, на самокатах, на мотоциклах и на досках. Кто сюда на доске-то поедет. Вот так вот дворик. Смотрите, тут даже паркинг есть. Вот так вот и выглядит. Тут вот собственный дворик, но уже с парковкой со своей. Такие маленькие домики. Все разноцветные, как видите, все маленькие. Окошки маленькие. Вот такая вот маленькая инфраструктура. Ну, согласитесь, похоже на Венецию. Конечно, настоящая Венеция, там каналов много. Ну, здесь так вот зашли с такой идеей. Ну, называется, да, Валенсианская Венеция, как в простонародье. Тут лодки старые и более-менее новые. Вон, скутера поновее стоят. И вот так можно блуждать, гулять и наслаждаться вот этим вот видом. Где-то есть ресторан, я не помню, с этой стороны или с той стороны, где вкусное поели. Ну, реально вкусное было поели, мы как-то ходили. Но там вечно столько народу собирается. Редко туда заезжаем. Проще где-то в городе найти место, где посидеть. Вот такие вот дворики маленькие. Ограждают. Там у них своя инфраструктура. Ну, согласитесь, красиво. Вот так это выглядит. В общем. И вот так вот, видите, вот она идет. Она неправильной формы все. Гуляешь, наслаждаешься. Вот так вот. В деревьях вход маленький. Здесь тоже. Здесь вот можно пообедать. Столик стоит, когда тепло, солнышко светит. Очень хорошо и, вон, видите, мужчину что-то разбирает, уже чистит. В общем, вы увидели Валенсианскую Венецию. Я думаю, вам понравилось и мне тоже очень нравится это место. Оно такое, хоть и редко сюда заходишь, потому что сюда с кем-то кто-то приезжает к тебе в гости, и ты сюда приводишь для того, чтобы, ну, показать еще какое-то место, которое может быть интересно с точки зрения туриста. Вон, там можно выйти, ты выйдешь на дорогу, а туда ты пойдешь, вон там он море. Вон там, между домов, там будет это море. Кто-то из магазина корзинку оставил. Смотрите, корзинки стали пластиковые сверху, внутри алюминиевые. И они достаточно легкие стали. Но я хотел вам показать еще вот дворик. Вон там он, это наша Венеция. А вот здесь вот дворик идет. Красиво же. Здесь повыше уже дома. Чем немножко дальше от воды, они повыше. Видимо, нагрузка, чтобы не была на береговую линию сильная, они так делают. А здесь хочу вам показать вот это вот, там, Валенсианская Венеция. Здесь вот ресторанчик. А вот здесь уже трасса идет. Вот выезд на трассу, на дорогу. С этой стороны тоже идут дома, развилка, мост. Туда идет Альбарае, городок, которому принадлежит это место. И вот такие вот дома. Вот так вот эта инфраструктура устроена. И все окружено. Вот эта вот заводь вся окружена домами. В нескольких местах есть проходы к этой заводе. И ты вот имеешь доступ к такой инфраструктуре. И вот так вокруг. Там торговый центр. Тут 5-3 минуты. В Армации все есть в пешей доступности. Достаточно интересное место. Как с точки зрения туриста. И с точки зрения просто прогулки по хорошим, красивым местам. Колоритным. Кто-то нехороший разбил горшок и выкинул цветок. Не очень хорошо поступил по отношению к растению. Согласитесь.